Здравствуйте, меня зовут Дарья Ванюкова и для канала Синерджемс мы продолжаем говорить об Африке. В прошлый раз речь шла о транссахарской торговле, о культурном ареале Сахары и прилегающих территорий и о том, как происходил вот этот товарно-денежный и культурный обмен между Западной и Центральной Африкой и фактически всем остальным миром. Потому что, несмотря на то, что транссахарская торговля в первую очередь была частью торговых отношений, установленных между мусульманскими странами, но предметы, сведения об Африке, сырье доезжали и до христианского мира. Мы об этом поговорили, тема сложная и поэтому я предлагаю продолжить этот разговор и посмотреть на сырье и предметы, которые были, собственно, единицами этой торговли. Поэтому сегодня мы попробуем поговорить о золоте, о золоте как элементе транссахарской торговли и, что также интересно и связано вот с этой тематикой, о золоте в культурах африканских. Но здесь тоже есть определенные проблемы, потому что, и уже приходилось об этом говорить, золотые изделия старые, будем так говорить, средневекового периода, условного, 8-го, 13-го, 14-го веков практически не обнаруживаются в коллекциях европейских, мы об этом говорили, потому что золото материал ценный и такого рода предметы переплавлялись. Но та же ситуация характерна и для самих африканских стран, для культурно-исторических центров, как Западной Африки, так и Африки Южной, где золотые изделия также зачастую переплавлялись. То, что мы имеем от, условно говоря, старого золота средневекового периода, это в первую очередь то, что находится в погребениях и было обнаружено в ходе археологических раскопок. По преимуществу не всегда так, но это один из основных источников наших знаний, потому что также предметы золотые, старые, они зачастую шли на переплавку, и из них изготавливались новые украшения. И поэтому здесь нужно иметь в виду, этих вещей не очень много, хотя они есть и о них можно говорить. Но если возвращаться к началу и немножко еще раз пройтись по этапам становления и развития и расцвета транссахарской торговли, то начать следует с IV века, с римского времени, потому что уже римские форпосты, гарнизоны и колонии на территории Северной Африки развивали торговлю с населением Сахары. Мы об этом говорили. И уже тогда, через посредничество, собственно, этих сахарских первоначальных купцов и торговцев и купцов торговцев североафриканских, римский мир начинал получать золото через эти колонии. И вот показываю вам на картинке солид императора Гонория, который был выпущен в 312 году. Сейчас он хранится в Милане, в Италии. И на монете вы видите портрет императора Гонория профильный. Монета была выпущена в 312 году, весила 4,5 грамма. Почему это важно? Потому что именно вот эта мера, мера солида Гонория в 4,5 грамма и ее последующие приращения, не очень существенные в весе, стали золотым стандартом. И, собственно, вот эта единица, мера веса этого солида, стала основной везде, где римские монеты использовались. И более того, с развитием транссахарской торговли уже после окончания вот этого римского периода, и, собственно, уже в мусульманское время этот золотой стандарт продолжал использоваться. И, скорее всего, собственно, вот этот же стандарт посредством транссахарской торговли пришел на территорию Западной Африки и продолжал использоваться там уже в отрыве от этой римской истории и даже в отрыве от развитого периода транссахарской торговли, потому что есть основания полагать, что, например, в Гане, Ашанте, собственно, знаменитые золотодобытчики и производители золотых изделий продолжали использовать ту же самую меру. Таким образом, вот установленная солидом Гонория мера веса золота дожила до наших практически дней. В прошлый раз мы говорили о том, что великие империи Западной Африки, которые добывали золото на реке Сенегал, в месторождениях бамбук и буре, поставляли посредством транссахарских торговых путей в Северную Африку золото в песке. И, собственно, это было одним из основных видов сырья, который шел через караванные пути. И также поставляли золото в заготовках монетных, в таких вот кругляшах. Показываю на следующей картинке еще раз. В прошлый раз мы его смотрели. Золотую монету Альмаровитского времени X века. Она также изготовлена из западноафриканского золота. И такие монеты имели хождение уже в Северной Африке. И на следующей картинке показываю глиняные формы для отливки монетных заготовок, которые были найдены в Тадмеке. И в настоящее время хранятся в Национальном музее Мали. Ну, собственно, свидетельство того, что там были найдены эти глиняные формы, и говорит о том, что Тадмека была одним из мест, где как раз вот эта первоначальная чеканка монеты и проводилась. Также связанная с золотыми монетами тема – это проникновение африканского золота в страну уже христианского мира. И на следующей картинке показываю вам флорентийский флорин. В XIII веке Флоренция начала чеканить свою собственную валюту. И, по всей видимости, вот такое обособление Флоренции и использование собственного золотого стандарта, ими также были связаны с трансахарской торговлей, потому что как раз на этот период, на середину XIII века, приходится расцвет этой золотоносной, в прямом переносном смысле, торговли между Западной Африкой и остальным миром. На Флоринах была отштампована геральтическая флорентийская лилия. С одной стороны, вот вы ее видите, и с другой стороны изображение Иоанна Крестителя, как покровителя города Флоренции. И вот эти флорины имели хождение. И, кроме того, их могли перековывать для того, чтобы получать социальное золото. По-позже мы об этом поговорим. Тоже такая интересная очень тема. Так что монеты, заготовки которых зачастую изготавливались в Западной Африке, в зоне Сахеля, они доезжали вплоть до таких европейских уже государств, в том числе до Италии. Но помимо того, что золото ходило в песке, слитках и таких заготовках, и в изделиях, о которых мы говорили, что практически не сохранилось от этого времени, золото использовалось очень по-разному в странах мусульманского и христианского мира. И вот два примера покажу. На следующей картинке показываю вам так называемый голубой Коран. Это одно из известнейших произведений периода африканского средневековья. Исполнен он был в Тунисе, по всей видимости, в IX-X веке. Вы видите один из листов Корана, который хранится в музее Агахана в Торонто на глубоком темно-синем, почти черном фоне, великолепным совершенно почерком. Этот тип почерка называется «Куфическое письмо». Он один из самых изысканных и ранних, и наиболее ценимых в странах мусульманского мира. И это одно из ценнейших произведений, которые, в принципе, оставила после себя вот эта средневековая мусульманская культура. Голубой Коран хранился по меньшей мере с XIII века на территории Туниса, а затем отдельные листы были распространены по разным музейным собраниям. И вот одно из них в Торонто я вам сейчас показываю. Что здесь интересно? Интересно, что сам лист исполнен темно-синим, густо-синим цветом, а куфическое письмо выполнено сусальным золотом. Но так вот считается, что такого рода изделия, это был своего рода африканский ответ европейским рукописям на пурпурном фоне, богато украшенным, и вообще для этого времени, периода как раз такого становления, развития, в том числе искусства каллиграфии, есть какие-то общие черты между европейскими, еврейскими и мусульманскими рукописями, которые в первую очередь выражаются в подходе к изобразительному полю, к полю листа, важности каллиграфического написания самого текста. И если мы говорим, например, о европейских рукопсях, то важности украшения сложнейшей миниатюрной живописью этих листов. Но вот в Тунисе мастер, который переписывал голубой Коран, он пошел несколько по иному пути, потому что для него основная эстетическая составляющая – это каллиграфия, естественно. И это очень хорошо видно, когда на это произведение смотришь. Но вот, собственно, такое общее поле для христианских, еврейских и мусульманских каллиграфов, оно отчасти тоже было обусловлено транссахарской торговлей, потому что, опять же, золото для украшения рукописи использовалось тонколистное сусальное золото, и основным его источником также была транссахарская торговля. В этом смысле, в прошлый раз мы говорили, она повлияла на становление в том числе и книжной культуры очень высокого уровня, и в мусульманском мире, и в мире южнее Сахары, потому что распространялись книги. Не только золото, да, уходило и приходила соль, но распространялись книги. Книги как объект, как физический предмет, и сопутствующая им книжная культура. Культура знания, культура исследования, культура бережного отношения к традиции, культура переписывания и культура такого вот антикварного книжного рынка. Об этом тоже имеет смысл еще раз сказать, посмотрев на памятники. Но интересна тут и еще одна деталь. Дело в том, что сусальное золото использовали не только каллиграфы. Показываю вам следующую картинку. Очень часто христианские произведения искусства украшались сусальным золотом, и известна северная итальянская школа средневековая живописи, собственно, на досках, которые золото используют очень активно. Так вот, так же, как и флорины, так и они же перекованные в тончайшие листы сусального золота, использовавшиеся в Италии для декора алтарных произведений, источником своим имели также западно-африканское золото. Это немножко удивляет, когда смотришь на такой сугубо христианский сюжет, еще и средневековый христианский сюжет, но это действительно так. Поэтому, глядя на такие великолепные работы, как это коронование Богоматери, нужно помнить о том, что большая часть его декоративного убранства пришла также из Африки. И вот этот момент, безусловно, интересный, если мы говорим о транссахарской торговле. Также частью торговли был обмен предметами. Не сырьем, а именно предметами. Об этом тоже в прошлый раз говорили, но сегодня можно посмотреть эту тему более подробно. Показываю на картинке вам сосуд, из, по всей видимости, такого медного бронзового сплава, который был произведен на территории Иванглии, в самом конце XIV века. Такое классическое, богато украшенное произведение для того периода. Что интересно, интересно, что найден этот сосуд был в городе Кумасе на территории современной Ганы в ходе археологических раскопок, в погребении. И сохранил его владелец для себя и в таком посмертном уже существовании, именно потому, что это экзотический товар. Как экзотическим товаром было то, что приходило в Европу из Африки, а так предметы, которые доезжали до Западной Африки из стран христианского мира, они тоже были вот такой вот своеобразной чудной диковинкой, которую очень хорошо было держать поблизости от себя. В настоящее время сосуд хранится в Британском музее. И вот такой интересный факт тоже можно привести, показать. Существовала и обратная ситуация. Следующую картинку показываю. Это ювелирные изделия, которые были произведены в Северной Африке, по всей видимости, каким-то этносом из бербер и язычных народов, судя по верхнему правому углу такой вот фибули застежки. Они очень характерны для как раз берберов алжирских. В частности, в настоящее время их производят из серебра, то есть совсем в настоящее время их практически не производят, но еще в 19-м, начале 20-го века такие массивные фибулы носились, как часть традиционного костюма. И возможно, что эти предметы тоже связаны с каким-то из бербероязычных этносов того времени. Но вот эти фрагменты ювелирных изделий были обнаружены в Дивоне, в Англии. Ну, говорили мы уже об этом, да, что предметов не так много до наших дней сохранилось, но иногда они встречаются. Эти изделия также хранятся в Британском музее. Таким образом, еще раз повторю, что транссахарская торговля – это способ самого разнообразного обмена, обмена самыми разными вещами. И, конечно, остается сожалеть о том, что не очень много их действительно сохранилось. Но помимо этого, помимо того, что меняется сырье, меняются конкретные вещи, есть еще такой интересный момент, как обмен формами, что ли, идеями декора, какими-то художественными решениями. Это тоже очень интересная область, интересная в первую очередь для историков искусства, но и для историков культуры также. И вот показываю вам такую совмещенную картинку, у которой изображены две беконические бусины. Беконические, то есть из двух соединенных вместе конусов, выполнены. Они сквозные, техника их изготовления достаточно сложная. И на картинке, которая находится справа, более вытянутая бусинка – это бусина фатимитская, собственно, египетская династия, египетский халифат, который правил в пору своего расцвета Северной Африкой, Египтом и Сирией. И вот эта беконическая бусина там не очень понятна, потому что у неё был общий такой художественный ареал и общее производство. Поэтому не очень ясно, то ли она сделана в Египте, то ли она сделана в Сирии. Их обычно относят к предметам такого серо-египетского круга. И вот такого рода беконические бусины выполнялись также из западноафриканского золота. А сама вот эта форма, она вышла далеко за пределы Северной Африки, и её обнаруживают практически по всей Африке. Там разными путями, через транссахарские караванные пути, через какие-то там другие маршруты такой торговли на длинные дистанции, сама форма попадает в очень разные части африканского мира. И слева показываю ещё одну бусину. Это бусина, которая выполнена этносом Фулани, мастером из этносов Фулани, но вернее не так. В Фулани скотоводы и у них самих ювелирные изделия от мастеров-ювелиров у них в настоящее время нет, они заказывают вещи другим этносом. Но следует предположить, что в более ранний период ситуация была примерно такой же, но, собственно, принадлежность к Фулани вроде как для этого предмета доказана. Как вы видите, форма практически то же самое. Есть, конечно, отличия. Если сопоставить два этих памятника, то эти отличия заметны. Фатимитская вещь более изысканная, она более тонкая. Вы видите, что здесь превалирует растительный, очень гибкий орнамент. И эта работа, конечно, с технической точки зрения, она выше уровня. Но это известно, что египетские ювелиры и ювелиры сирийские, они, конечно, свое дело знали. Если мы говорим о беконической бусине Фулани, она более такая приземистая и коренастая. Эти конусы ниже и шире, она более массивна, она потяжелее, техника изготовления чуть попроще, хотя здесь есть и зернь, и филигрань. Но вот об этих методах обработки металла мы позднее тоже поговорим. Что интересно, еще раз повторюсь, что форма становится общей, она видоизменяется, изменяются пропорции, изменяются методы декора, но вот такие формы становятся куда более устойчивыми. Это прямо, конечно, интересно. Еще интересный момент, что встречаются такие же керамические бусины. И в местах археологических раскопок в более позднее время в керамике такую форму тоже повторяют, что говорит, конечно, о ее невероятной популярности. Попутно скажу, много сегодня мы посмотрим золота, я вот следующую картинку вам покажу и порекомендую просто поискать, если будет интерес к этой теме, материалы по выставке, которая называется, если переводить на русский язык, «Караван и золото», скажем так, среди фрагментов времени, условно, если переводить это все, выставка проходила в Смитсоновском институте в 1921-1922 годах, началась в конце 1921-го, и в 1922-м была продолжена, по ней довольно много материалов в сети, вот показываю одну из витрин выставочной, где как раз эти золотые изделия представлены, можно просто посмотреть побольше картинок и почитать там довольно профессионально, и многое собрано по этой тематике. Так что вот еще один путь, что ли, да, еще один способ обмена – это обмен художественными формами, тоже тема интересная. Но параллельно транссахарской торговле, одновременно с ней, параллельно ей, естественно, культура ювелирных украшений существовала и в самих странах тропической Африки, своя собственная, не связанная с этой торговлей для внутреннего пользования. Еще раз повторюсь, что этих вещей, если мы говорим о ранних периодах, сохранилось крайне немного. Это понятно, да, они действительно переплавлялись. Но они есть, и какие-то суждения о том, как выглядели ювелирные изделия внутри просматриваемых культур, все-таки иметь можно, и это тоже тема весьма-весьма интересная. Вот на следующей картинке показываю вам серьгу, которая была обнаружена на территории Джене-Джино. Что такое Джене-Джино? Джене-Джино – это старый Джене. Есть такой город в республике Мали, который называется Джене. Он до сих пор существует. В период расцвета транссахарской торговли он поначалу был одним из ее центров. Затем, после захвата альморовидами в 1076 году, Джене начинает приходить в упадок временно. Но вот что интересно, что неподалеку от современного Джене находится вот это местечко Джене-Джино или старый Джене, где, по всей видимости, изначально основатели города Джене, Санинке, в то время еще-таки прото-Санинке, если можно так сказать, основали как раз-таки первый город. Это произошло в середине III века до н.э. И Джене-Джино, конечно, поразило воображение европейцев, которые начали здесь раскопки в конце 70-х годов. В 1981 году раскопки уже шли. Интересно, что когда проводилась археологическая разведка местности, там, собственно, история, параллельно я ее расскажу, она, правда, очень интересная, потому что на момент предшествующего обнаружения археологической зоны и культура Джене-Джино, история археологии западноафриканских стран, а в целом стран тропической Африки, представала совсем не такой, какой она видится сейчас, не такой объемной. Таких археологических зон было известно очень немного. И, в общем, если говорить о Западной Африке, то считалось, что вот такие большие города – это удел уже такого постмусульманского времени, после прихода ислама на эти территории, когда транссахарская торговля находилась на пике своего развития. Джене-Джино очень сильно изменил эти представления. Дело в том, что когда проходила археологическая разведка, это никто не ожидал от этого места какого-то вау-эффекта. Археологи, из которых один только был профессиональным археологом, с ним было три аспиранта, они просто поехали за пределы Джене, потому что вроде как там есть такие места, которые, как считается, места старые. О них местные жители прекрасно знали. Я так полагаю, что какие-то вещи они оттуда забирали. Это не было тайной за семью печатями для самих молитв. Для европейцев, да, это было открытие, действительно. Когда они с намерением просто провести предварительный обмер, предварительный осмотр местности, прибыли на территорию Джене-Джино, по воспоминаниям очевидца, они пришли в какой-то священнейший ужас, потому что перед ними открылась территория, которая была плотно усеяна керамическими сосудами, керамическими статуями, фрагментами мебели, фрагментами металла. Всё это было в таком дичайшем совершенно перемесе. И просто поверхностный взгляд, без проведения каких-то разведывательных мероприятий, говорил о том, что это место с богатейшей историей. Ну, собственно, так началось открытие Джене-Джино. Раскопки там шли достаточно долго. И что выяснилось? Выяснилось, что город уже в середине III века был очень крупным, очень развитым. Здесь знали металлургию, здесь знали железо, причём железо добывали из руды, по всей видимости, в стране догонов, и везли заготовки уже в Джене-Джино, где мастера, местные кузнецы, уже изготавливали из них изделия. Здесь была невероятно развитая керамика, и наиболее известная часть культуры Джене-Джино – это терракотовая пластика. Но в том числе стало понятно, что Джене-Джино принимал участие по первости, особенно в до мусульманское время, в трансахарской торговле активно, и золото здесь тоже было. И вот показываю на картинке серьгу, которая найдена была на территории Джене-Джино. Такой странной очень формы, когда на такие вещи смотришь, сразу кажется, что они очень современные по своему дизайну. Простой такой двухлепестковой формы, но это всё, видимо, фрагменты серьги. И это чуть ли не единственная золотая вещь в территории Джене-Джино, но вот совершенно очевидно, что она имеет такое местное происхождение. Да, что интересно по поводу Джене-Джино, тоже факультативно, это такой забавный тоже факт. В раскопках в качестве аспиранта принимал участие будущий президент Республики Мали, Альфо Марко Море, который вот тогда был ещё студентом, археологом. Так что он, можно сказать, прошлое своей страны познавал прямо на месте. И показываю следующую картинку. Это кольцо, которое было найдено в ходе раскопок на территории Марокко в Сиджельмассе, датируется IX-X веками. И такой тоже предмет, по поводу которого, можно сказать, только одно, что какая-нибудь ювелирная компания Тип Тиффани за такой дизайн просто удавилась бы, потому что действительно вещь совершенно великолепно тонко выполненная. кольцо было найдено на территории такого очень богатого дома. И, по всей видимости, вот как раз для местных нужд было произведено вот опять же какого-то исправителя бербероязычного народа, потому что сама техника изготовления кольца напоминает отчасти ювелирные изделия именно берберские, но уже куда более поздние XIX и XX веков. То есть здесь вот в этом ювелирном искусстве тоже преемственность определенная прослеживается. Еще одна вещь из немногочисленных именно археологических находок и относящихся к средневековому периоду истории западноафриканских королевств и Сахеля, это так называемая пектораль из Рао. Вот показываю ее на картинке. Она выполнена, тут разные датировки приводятся, как раз-таки на всех последних выставках, где эта пектораль участвовала, она датируется XII-XIII веком, собственно, в изданиях, приуроченных к выставкам. Чуть более ранние работы датируют ее XIV веком. Но не суть важна, она была обнаружена в 20 километрах от Сент-Луиса и в настоящее время хранится в музее имени Шейханта-Диопа в Дакаре, в Сенегале. По всей видимости, это работа мастера из этносовалов и работа совершенно замечательная. Во-первых, эта пектораль громадная, она достигает 18 сантиметров в диаметре, и она такая двухчастная по структуре. Это плоский лист, достаточно толстый лист золота, который в технике зерни сверху украшен таким вот орнаментом. Зерни – это, собственно, припаивание или приклеивание шариков золота разного диаметра, из которых выкладывается какая-то орнаментальная композиция. Здесь это выступы, арабески, ромбовидные узоры. Зерни сочетается с филигранью, то есть с напаиванием проволоки, и получается вот такая сложная ажурная поверхность, которая напоминает беконические бусины, одновременно и фатимитские, и, собственно, те, которые атрибутируются в фулане. Но, возможно, кстати, и вот эти беконические бусины в фулане волоф или токулёры выполняли, потому что у них-то как раз ювелирное искусство было очень развито. А пектораль, кстати, которая весит что-то под 200 грамм, ну, в общем, массивное достаточно украшение, была найдена в погребении. Для сахеля в некоторых культурах это такое характерное свойство, что-то вроде кургана, насыпанное над погребением. В одном из таких курганов пектораль и была найдена. Не очень понятно, человек, с которым этот предмет был погребён, какой он исповедовал веру, потому что тут способ погребения не всегда связан с, собственно, той религией, к которой человек принадлежит. Для Африки это иногда такие вещи, мы уже об этом говорили, не совпадающие. Но, во всяком случае, вот эта практика, она известна и до мусульманского времени, и продолжалась в исламское время такого рода погребений. И вот в одном из них эта пектораль была найдена. Совершенно невероятное произведение ювелирного искусства. И вот, повторюсь, одно из немногих старых вещей, на которые можно сейчас полюбоваться. Такого же рода близкая, по крайней мере, работа, это то, что я показываю на следующей картинке. Это золотые изделия, которые найдены были на территории Нигерии. То есть мы перемещаемся уже в несколько иную часть тропической Африки, ближе к центру. Местечко называется Дурбит-Акушеи, что означает гробницы верховных или гробницы главных жрецов. Это место захоронения и одна из основных археологических достопримечательностей, которые находятся на севере Нигерии. И связана она с Кациной. Кацина – это город-государство этносохауса, которые в эпоху позднего Средневековья принимают активное участие в транссахарской торговле и занимаются работорговлей. И вот на этом деле серьезно богатеют. И Кацина просуществовала на протяжении примерно двухсот веков, как очень сильный, такой мощный соперник Западной Африки в борьбе за вот эти торговые операции. Ну и вот четыре, пять украшений показываю. Одно из них совсем простенькое, из такого скрученного золота браслет, и четыре других, куда более сложные, также использующие различные техники изготовления. Вот они были найдены среди заупокойных даров какому-то высокостатусному человеку, потому что тут набор сам за себя говорит. Помимо золотых украшений, вместе с ним были найдены раковины Каури из Индийского океана, потому что хаоса торговали активно, в том числе и с Индией. Был найден сосуд мамлюкского времени, куда все это было аккуратно уложено. Были найдены массивные костяные браслеты. И вот что интересно, не имеет отношения, точнее, частично имеет отношение к нашей сегодняшней теме ювелирных украшений именно из золота. Были найдены вот такие браслеты, которые показываю на следующей картинке. Браслеты ножные, которые были выполнены из меди. Причем, что интересно, во-первых, такая непривычная для нашего взгляда их форма. Они надевались именно на зону икр, по всей видимости. украшены геометрическим орнаментом. Как видите, браслеты разъемные, их можно чуть, по крайней мере, регулировать в объеме. И что с ними связано, самое такое занятное, на мой взгляд, это то, что выполнены они из европейского металла. Это тоже известная история, в том числе в Великом Бенине и часть бенинских бронз также. они выполнены именно из европейского металла, кстати, ничего не дает количественный анализ металла, когда мы пытаемся атрибутировать время изготовления предмета. Вещи переплавляются. И по составу данные украшения, они как раз европейские. Тут не угадаешь, как бы, и критерием датировки состав металла в данном случае быть не может. Но, во всяком случае, вот такие вещи тоже были найдены в этом самом погребении вместе с усопшим. И набор показывает не только высокий социальный статус, но и вот эту широту торговых отношений, в которых государство хаос состояло опять же и с мусульманским, и с христианским миром и добиралось в своих торговых операциях. Ну, понятно, через посредников это все приходило, но, тем не менее, вплоть до полуострова Индостан. Это, конечно, поражающее воображение картина. Но вот это то, что касается Западной Африки, которая активно была вовлечена вот в эту транссахарскую торговлю с Северной Африкой и остальными странами. Но есть еще один центр, если мы говорим о производстве и торговле золотом, и о ювелирных изделиях, выполненных из золота, это Южная Африка, территория Великого Зимбабве. Вот показываю вам на картинке золотые изделия, которые были найдены в ходе раскопок именно Великого Зимбабве. Ну, собственно, про Великий Зимбабве, я думаю, что мы поговорим отдельно, как про такой вот культурно-исторический центр. Но что важно в контексте сегодняшней лекции, это то, что территория Великого Зимбабве прилегала к местам залегания золотой руды, и добыча золота здесь и в соседних городах-государствах велась довольно давно, и примерно в то же время, как расцветала транссахарская торговля, в которой были выручены государства Западной Африки, здесь торговали тоже очень активно, торговали с побережьем Восточной Африки, и через него уже с Индией и Китаем. На территории Великого Зимбабве находят, например, фарфор, китайский фарфор династии Мин, в осколках, но тем не менее, в некотором количестве эти фарфоровые изделия обнаруживаются здесь, так же, как и изделия из яшмы, то есть существовали вот эти китайские импорты. Великий Зимбабве добывал золото, и, собственно, золотом участвовал в этих торговых операциях, и вот какое-то количество изделий из листового и литого золота, бусины, накладки на одежду, шпильки здесь обнаруживаются, вот на следующей картинке показывают черно-белое изображение, обнаруживаются в достаточно большом количестве вместе с этими экзотическими товарами. зимбабве Но когда Великий Зимбабве был обнаружен европейцами, то настолько впечатляющие были его развалины и общий вид некогда процветающего города, что, в общем, даже было решено, что были обнаружены знаменитые копии страны Афир. И, в общем, европейцы писали, что, наконец-то, легендарное место было найдено. Так что здесь тоже шла очень бурная культурная и торговая жизнь. Так же, как и в городе-государстве, соседствующем с Зимбабве, периодически, как я понимаю, поглощаемыми, давно выделившемся в отдельный культурно-экономический исторический центр. Город, который, показываю на картинке изделия из него, город, который называется Мапунгубве, что можно приблизительно перевести как Шакалий холм или холм шакала. И здесь также с XII особенно по XIII век шла и процветала эта золотая индустрия. Золото добывали и здесь, и даже считается, что этот город стоит на золотых рудниках непосредственно. То есть сначала появилась добыча золота здесь, возможно, жителями Великого Зимбабве, и затем здесь начал уже отстраиваться город по мере того, как золото выбиралось в одном месторождении и добыча его перемещалась в другие. И здесь тоже обнаруживают достаточно много золотых изделий. Обратите внимание, это пронизи бус разной формы и круглых, и цилиндрических сечений. Это выполненные из тонких листов золота рукояти мечей, рукояти церемониальных посохов. И обратите внимание, беконическая бусина. На картинке ее хорошо видно. Та форма, о которой мы говорили чуть ранее, она известна и здесь. Но тут уже, повторюсь, сложно сказать, вот эти перемещения форм предметов, то ли это связано с распространением исламской культуры, потому что Зимбабве торговался Восточной Африкой, где собственно исламизация населения к этому времени тоже уже состоялась вместе с художественным миром, который пришел с территории Северной Африки. То ли это какие-то заимствования или увиденное мастером в каких-то других землях форма, но тем не менее вот такого рода вещи, хотя, как видите, они несколько по-иному решены, они более не такие четко ограненные, скажем так, они более пластичные, более такие гибкие в линиях и совсем другой декор, да, прочерчен вот эти вот бороздки, по всей видимости, зернью вдоль этой бусины и она имеет такую вот форму, которая тяготеет к природным именно формам с таким вот плавными гладкими линиями. Такого рода изделий на территории Мапунгумбы было обнаружено довольно много, вот несколько из них покажу, они интересны, вот носорог, это один из символов могущества южноафриканских этих великих королев Дзимбабве и Мапунгумбы, потому что таких вещей раннего времени, да, 12-13 веков, мы, в принципе, знаем очень немного, а изображения вот такого рода из листового золота, причем настолько великолепно выполненных, мы, ну, совсем не знаем, можно сказать, да, это одно из интереснейших произведений, великолепно передана фигурка животного, из драгоценного материала выполнены его уши, хвост, рог и такими листовыми пластинками, собственно, его тяжеловесная шкура прекрасно воспроизведена, так же, как и в целом пластика этого животного. И таких вещей сохранилось некоторое количество, вот следующую картинку показываю, здесь можно видеть, ну, по всей видимости, это овечка, еще раз, носорог и крокодил, также из листового золота, вот они известны, но неизвестен их контекст. Тут вообще с Великим Зимбабвой и вот южноафриканскими этими изделиями тут большие сложности, потому что на этой территории жили предки народа Шона и, в общем, какое-то время был соблазн возводить каменную пластику Шона, более современную, именно к временам Великого Зимбабвы и вот этих крупных городов-государств, но предметов найдено настолько мало, что о какой-то прямой преемственности говорить не приходится и современные мастера зимбабвийские страшно обижаются, когда говорят, что ваше искусство восходит именно к Шону, потому что там тоже такая этническая мозаика и никому не хочется признавать первенство какого-то из этносов в становлении скульптуры, потому что собственно зимбабвийская в первую очередь каменная скульптура очень широко известна за пределами Африки, но вот некоторое количество таких зооморфных изображений тем не менее известно и они конечно совершенно великолепны показываю дальше просто так называемые предложениями рукоять вероятно посох возможно кинжала мелкие предметы выполненные из золота целые чаши обитые листовым золотом многорядные очень сложные ожерелья выполненные из золотых бусин вот эти самые животные которых показывала чуть раньше то есть золотая культура зимбабвы она тоже была чрезвычайно развита и мастерство ювелиров зимбабвы конечно находилось на очень высоком уровне это то что касается изделий которые были созданы по крайней мере одновременно с расцветом транссахарской торговли если не для торговых операций для внутреннего пользования но в тот период когда золото было востребовано везде и когда становление происходило вот этих ювелирных центров как в западной Африке так как мы видим и на территории Южной Африки но с угасанием транссахарской торговли с перемещением центра на морскую торговлю и даже после того факта когда ключевым товаром стали людские именно ресурсы будем так говорить когда развивается работорговля естественно ювелирное искусство не угасло и в оставшееся время можно поговорить о таком чуть более позднем периоде о предметах которые относятся частью к 18-19 веку частью к современности и связанных в первую очередь с западной Африкой потому что месторождения здесь много крупнее они до сих пор интенсивно очень действует золото добывается и это ювелирное искусство известно нам в известной мере гораздо лучше и наиболее пожалуй таким золотолюбивым народом был народ Ганы это Ашантии показываю вам картинку это никто толком не знает что это такое но понятно что перед нами изображение головы человеческой причем обратите внимание что выполнены с большим мастерством очень тонко декоративно переданные глаза абсолютно правдоподобно да и абсолютно натуралистично переданные нос и губы декоративные при этом усики совершенно точно верно переданные ушные раковины в общем это такой обобщенный что ли образ человека мужского лица совершенно очевидно сейчас наиболее такой считается теорией вероятной что это считается что это изображение обезглавленного врага потому что перед нами насадка на рукоять кинжала кинжал не сохранился а вот насадка известна тут что интересно те вещи которые я покажу они сейчас хранятся за пределами Африки и связано это с историей Ганны которая конечно много пережила в борьбе за независимость на протяжении всего 19 века там были очень такие бурные военные события потому что Ганна отстаивала свою независимость от Англии и ашантийско-английские войны их там было к десятку примерно штук на протяжении всего 19 века вот эти столкновения продолжались вещи вывозились и последние новости из такого музейного мира европейского это то что в настоящее время вроде как в частности британский музей музей Виктории Альберта приняли решение вернуть предметы ганнского ювелирного искусства ну собственно по месту изготовления скажем так потому что ганнцы конечно очень активно на этом настаивают действительно большая часть этих сокровищ была вывезена в результате военных столкновений в результате очень жестокой колонизации но правда вот последнее что я читала вещи будут возвращены сроком пока что на три года то есть они будут числиться за европейскими музеями и будут выдано что называется на долговременное хранение в ганн но тем не менее процесс этот коль скоро он начался теперь уже вряд ли остановится и возможно все больше и большее количество африканских предметов будет возвращаться на континент ну вот возвращаясь к этой замечательной совершенно голове давайте посмотрим вид сбоку как видите украшено это изделие орнаментами такой трехлепестковый орнамент из колец и ну что-то типа ракушки каури на виске человека этого изображено и вот в связи с этим кстати большой вопрос действительно ли это голова поверженного врага потому что орнаментация это сама она говорит о высоком статусе этого человека и возможно это какой-то предок покровитель этого кинжала условно говоря интерпретации довольно много этих вещей но я по-моему об этом уже говорила то что они созданы в рамках устной традиции нам позволяет зафиксировать только вот современную стадию когда англичане эти вещи собирали они не спрашивали про что это они отбирали как правило им никто не рассказывал их-то не интересовало для чего эти вещи созданы что означает тот или иной орнамент то или иное изображение а сейчас история с этими вещами связаны она очень поменялась и трактовка их поменялась в самой культуре поэтому тут большие вопросы и в первую очередь можно на них смотреть как на прекрасное с точки зрения художественное изделие показываю оборот этой головы что интересно и за что нужно поблагодарить авторов фотографии это за то что они дают ее в разных ракурсах и с оборот очень хорошо видно как она выполнена она выполнена в технике литья по выплавляемой или утраченной восковой модели внутри полая и ну вот здесь очень хорошо понятно как она собственно сконструирована в культуре Ашанти с золотом были связаны очень серьезные представления о витальности золото считалось отражением солнца на земле естественно обладание золотыми украшениями являлось показателем высокого статуса мастера ювелиры определенные вещи могли изготавливать только для королевского двора то есть для самого короля самого правителя и ближайшего круга придворных ну и с точки зрения экономической понятное дело что далеко не все могли позволить себе массивные сложные украшения хотя нужно сказать что в общем поскольку золото здесь было всегда в достатке это и не было редкостью довольно много людей эта традиция дожила до наших дней золото любят умеют и носят очень активно но вот в эпоху 19 века к которому относятся изделия которые я сейчас показываю конечно мастерство ювелиров стояло на очень высоком уровне известны были у Ашанти различные декоративные накладки их носили как нашивали нашивали на шапочки нашивали на костюм нашивали на пояса нашивали на условно говоря военную форму то есть ту одежду которая предназначена была для сражений потому что считалось что золото обладает и защитными функциями и целительными функциями тоже это такой вот универсальный оберег и до сих пор повторюсь такие вещи в ходу довольно много было колец как мужских так и женских разнообразных совершенно форм которые опять же демонстрировали статус человек вот показываю несколько колец просто подряд покажу как видите выполнены они опять же при помощи филиграни и по всей видимости зерни она уже от времени конечно она деформировалась поистерлась немножко повторюсь еще раз символы которые вкладывались в эти орнаменты сейчас расшифровки практически не поддаются но вот они дожили до наших дней то есть эти вещи 19 века и на территории современной Ганы подобные орнаменты тоже можно увидеть вот это кольцо так сказать со стороны собственно шинки тоже декоративно украшены кольцо в розетке звездчатой формы кольцо вот такого опять же очень необычного очень современного с нашей точки зрения дизайна хотя эта вещь вполне традиционная безусловно и вот как раз подобные вещи да вот таких форм они тоже вызывают в памяти берберские украшения туарекские украшения потому что для них такие формы такие линии такая простота декоративного решения она бывает очень характерна в отличие от предшествующих которые скорее связаны с традициями какими-то не знаю египетскими сирийскими и так далее если мы говорим о каких-то возможных влияниях носили люди цепи цепи очень сложного плетения и подчас довольно массивные вот показываю на картинке такого рода изделия и конечно всячески украшалось оружие и вот такой церемониальный меч в том же музейном собрании находится и здесь на этой картинке не очень хорошо видно вот поближе я его покажу как видите сложно очень сконструированное выполненное лезвие с прорезным декором понятно что это не боевое оружие оружие которое показывает высокий статус его владельца вот поближе его рукояти здесь видно как это сделано да это деревянная основа на которую наложено тонкое листовое золото и собственно его формы повторяют формы деревянной заготовки что интересно вот такая учетверенная рукоять она тем не менее восходит к мечу который мы с вами смотрели на одной из лекций да вот с такими шарообразными что ли наростами верхней и нижней части рукояти классическому как раз для ганы меч 19 века впрочем как и предшествующий поэтому тут вот традиция тоже она усложняется будем так говорить со временем в эпоху активных контактов ганы и европейцев в конце 19 начале 20 века ну собственно гана в начале 20 века вошла в состав британской империи как колония многие вещи начинают обогащаться европейскими декоративными элементами и показываю вам нож для бумаг золотой рукоятью если его рукоять выполнена в таких более традиционных именно для местной культуры декоративных мотивах то собственно условное лезвие оно во-первых костяное и во-вторых украшено вот таким же геометрическим орнаментом который собственно для Ашанти не очень характерен и все вместе оно безусловно он выполнен в формах оружия как бы да как бы меча но тем не менее это вот вещь абсолютно декоративная ну и сама идея ножа для разрезания бумаги понятное дело что она не Ашантийская и показываю еще один нож в ножнах также украшенных золотом здесь уже вот такой сложный цветочный растительный орнамент овальные медальоны картуши и все прочие атрибуты именно европейские как считается подобного рода мотивы могли проникать собственно на африканскую почву когда местные мастера знакомились с европейскими произведениями ну в том числе посудой европейской да которая такими растительными орнаментами могла быть декорирована там ручки особенно там ножки бокалов и так далее и оттуда вот этот цветочный декор проникает в ювелирное искусство Ганны и нужно сказать что он там прижился достаточно неплохо как и во всей Западной Африке и современные ювелиры очень часто вот такие именно европейские формы в своих произведениях используют но покажу еще несколько вещей связанных именно с Ашанти коль скоро мы упоминали всю эту историю с ганскими сокровищами одна из ключевых вещей вокруг которой сейчас разгораются споры это корона показывают ее называют короной но вообще конечно корректнее называть это просто церемониальным головным убором которая была захвачена собственно англичанами в ходе англо-ашантийских войн и вот одна из вещей о которой сейчас идут споры обильно украшенная золотыми накладками вот то о чем я как раз говорила да вот эти элементы декоративные которые нашиваются на ткань здесь это хорошо видно со сложным символическим декором не очень понятно опять же его значение единственное что можно сказать вот эти изогнутые накладки над центральным изображением над маскарон центральной части это вот так если приглядеться по всей видимости рыба но как правило в таком вот изогнутом положении я для ганны эти вещи очень хорошо известны изображают сомика вот такой вот сомик который водится в местных реках он является одним из символов плодородия и таким в общем смысле благопожелательным символом но и вот он занял место как раз на этом цеременальном головном уборе вот эту вещь гантис конечно очень хотят вернуть и вокруг нее споров опять же повторюсь больше всего но правда что интересно не всегда вещи конечно захватывались силой потому что вот например показываю такую изначально это была подвеска подобно пекторали израу да и чуть-чуть отдаленно напоминающая формами декора то известное средневековое произведение позднее к этой подвеске была приделана булавка таким образом подвеска которую носили на шее превратилась в брошь это было сделано на территории Англии так вот считается что в 1886 году английский врач Гарри Рейли получил это украшение в подарок от вождей Ашанти поскольку оказывала медицинскую помощь как раз вот после одного из столкновений англоганских так что вот эта вещь попала вроде как на территорию Англии легально во всяком случае музей который ее экспонирует он прямо пишет об этом отдельно по всей видимости в ходе как раз вот этих последних событий так что культура золота у Ашанти в Гане была естественно невероятно развита и что также интересно это не золотые вещи но это предметы которые связаны с этим ювелирным и золотодобывающим контекстом здесь показываю на следующей картинке это гирки Ашанти для взвешивания золотого песка отдельное направление в коллекционировании невероятно интересная область очень много поклонников как раз у собирания этих гирек Ашанти их было много потому что золота много и народ до сих пор его добывает и вот эта торговля на всех уровнях развита невероятно датировка этих гирек очень широкая от 16 до 20 века собственно наиболее известные музейные собрания у них конечно верхняя граница это скорее 19 век тогда когда коллекции пополнялись а так датировка очень сильно варьируется потому что металл непонятно как датировать и контекст как правило неизвестен в каком эти вещи приобретались что интересно интересная их форма как считается по форме можно эти вещи датировать потому что более простые вот на верхней картинке вы можете их посмотреть повнимательнее до простых форм параллелепипеды какие-то вытянутые кубообразные гирьки вот эти вроде как как считается выполнены пораньше гирьки с зооморфными мотивами с церемониальными мечами с птицами и какими-то сложными сюжетами они более поздние а гирьки в виде человеческих фигур с какими-то сценками эротического юмористического характера они как считается более поздние что про них интересно в собрании государственного музея востока набор из 50 гирек хранится из коллекции коровякова который собственно их в гане и приобрел интересно что они если это хорошая работа не сувенирная то что они сейчас конечно являются частью сувенирной продукции их очень активно продают и продолжают делать вот если они настоящие то на некоторых из них есть такие свинцовые напайки разные по объему потому что нужно было скорректировать вес гирьки и если вот этот свинец присутствует ну вот как считается гирька которой пользовались вот она скорее будет вот с такими напаями попыткой урегулировать ее вес это один момент и второй момент если мы говорим о вещах поздних декорированных то как считается они не только имели функциональное назначение то есть взвешивание золотого песка но в самих их формах закодированы да визуально воплощены пословицы о шанти и в общем одна из сотрудников государственного музея востока еще в советское время выпустила как раз статью по соотношению наших гирек и этих определенных пословиц но тут тоже вопрос насколько корректно все это записывалось на территории Ганы да это возможно бывает повторюсь поздняя интерпретация но момент этот интересный такое многоуровневое что ли оформление предмета и еще одна вещь о которой имеет смысл поговорить когда мы говорим о Гане об о Шанти это то что я показываю на следующей картинке это чуть ли не единственная фотография так называемого золотого табурета или золотого трона это королевское ну это даже не королевская мебель это скорее королевское регалии и такое сосредоточение представления о Шанти о королевской власти как считается верховный жрец о Шанти в незапамятные времена при помощи магических манипуляций заставил золотой табурет опуститься с неба на колени первого правителя о Шанти как считается золотой табурет охраняет саму суть этноса о Шанти то есть для них это как маска канага для догонов но только на более куда более серьезном уровне потому что считается что пока золотой трон золотой табурет остается в неприкосновенности нации о Шанти ничто не угрожает как считается этот трон воплощает в себе душу умершего правителя душу правителя неродившегося и является охранителем души действующего правителя как этот предмет устроен известно только по очень таким приблизительным описаниям он выполнен из дерева которое срублено было в незапамятные времена по определенным правилам и укрыт вот этим вот листовым золотом на этот табурет нельзя садиться во время инаугурации правителя Ашанти держат над табуретом он на нем не сидит этот табурет не должен касаться земли поэтому выносят его на одеяле а на фотографии выполнены в 1935 году его выносят на отдельном троне его всячески оберегают от посторонних взглядов только верховный правитель Ашанти может смотреть на этот табурет или коснуться его для всех остальных это запрещено а для большей части людей запрещено его видеть настолько сильна была вот эта мифология и культура общая связанная с этим табуретом что он играл одну из ключевых ролей в как раз англо-ашантийских войнах и одна из них так и называлась война золотого трона или война золотого табурета потому что губернатор Ганны английский как раз потребовал принести к себе этот табурет с тем чтобы он на него воссел и таким образом утвердил свою власть над этой территорией потому что постоянные были восстания Ашанти народ категорически не хотел колонизироваться и в общем нужно сказать и отдать должное англичанам в этом смысле он был совершенно прав если бы ему удалось получить этот табурет это бы изменило по крайней мере отношение Ашанти к собственно этой колониальной администрации но тем не менее табурет он не получил хотя и разразилась война англичане в ней победили табурет перепрятывали от них продолжались его поиски до 1935 года когда его случайно нашли рабочие и вот тоже особенность устной традиции да и вот эти вот культуры ну такой традиционной те рабочие которые его нашли сняли часть золотых обкладок и продали их табурет табурет воплощение воплощение духа Ашанти но вот тем не менее однако но в общем накладки удалось вернуть табурет удалось восстановить и вот даже как видите удалось сфотографировать одна из таких вот величайших регалий Ашанти и конечно если мы говорим о золоте то вот показываю нашего современника Шанты Хэна верховного правителя Ганы который был сфотографирован в Кумасе в 2014 году вот так это сейчас выглядит вся традиция связанная с ювелирными украшениями пережила и период средневековья и 19 века и все вот эти вот пертурбации связаны с европейскими влияниями и мы по-прежнему видим традиционные мечи обилие золотых украшений на руках и ногах правителя обилие ожерелье и вот эти декоративные накладки на головные уборы на головные повязки тоже несущие свой символический защитительный смысл вот эти церемонии королевские связанные с гадскими правителями они конечно поражают воображение европейцев потому что золота там действительно много это если мы говорим об Ашанти и Акан которые выделяются вот в такую даганскую культуру связанную с золотыми украшениями если мы говорим о территории Мавритании Сенегала Мали то здесь эти ювелирные традиции тоже имеются также они ведут свое происхождение с эпохи средневековья также они были подвержены различным внешним влияниям европейскому меньше европейскому уже наверное даже не в начале 20 века а в середине второй половины когда мастера местные собственно изучают чуждые ювелирные производства даже что-то перенимают но это уже в рамках таких равноправных будем так говорить отношений происходит но здесь были очень сильны конечно мусульманские влияния как это было с периода опять же транссахарской торговли это тоже заметно в декоре золотых украшений с которыми мы здесь имеем дело просто посмотрим их какое-то количество вот кольцо выполненное мастером из этносоволов происходит из Дакара Сенегальского выполнено в середине 20 века что интересно это серебро которое покрыто золотом это вот то что делали в Сенегале для фульбы еще в эпоху средневековья серебряная основа и тонкое золочение сверху и опять же мы здесь видим и зернь и филигрань и собственно такая вот гладкая основа широкого предмета и конечно воспоминания о североафриканских этих контактах они здесь сохраняются браслет браслет валов второй половины 20 века то же самое здесь уже зернь ложная напайка золотой проволочки и такая же густая ажурная поверхность декоративных полусфер которыми браслет усеивается немножко другая эстетика конечно чем у Ашанти вот такого рода вещь это токулерский уже браслет но собственно токулеры проживают на севере Сенегала одна из двух крупнейших общностей здесь наряду именно с валов ранний 20 век и здесь конечно очень яркие такие именно мусульманские традиции прослеживаются в декоре в форме украшения в общей поэтому тут оно очень сильно на местную традицию наложилось вот показываю женщину из Сенегала из Сент-Луиса в традиционных украшениях и мужчины и женщины носят их повторюсь в таком изобилии это и накладки и нашивки и ожерелье и браслеты и ножные браслеты и так далее и тому подобное вот такого рода очень сложно очень мелко украшенные декорированные вещи это культура которая испытывает очень сильную исламизацию и ну собственно это в ювелирных традициях также проявляется несколько иная ситуация у таких кочующих условно кочующих народов одни из них это фульбы вот раннюю вещь фульбы мы смотрели но повторюсь это то чем фульбы владеют а не то что они делают беконические вот эти бусины ожерелье составлено из множества таких бусин серьги но это собственно не только фульбы носят сейчас носят такие вещи и бомана но у женщин фульбы есть и свои традиционные украшения не очень понятно когда собственно они возникли впервые на фотографиях конца 19 века они уже обнаруживаются но традиция это явно более раннее она конечно очень необычная возможно отчасти формы таких украшений тоже восходят к туарекской ювелирной сфере но это не прямое заимствование а скорее такая общая какая-то идея форм таких более чистых более простых вот показываю их на картинке тонкое листовое золото иногда это просто лист золота иногда это другой металл который позолочен чаще всего это бывает серебро но в более таких простых случаях другие металлы более дешевые и собственно основа серьги она может быть из тонкого золотого такого изогнутого прутка что ли который продевается через ухо но очень часто это металл плотно обмотанный шерстяной нитью именно красного цвета получается такое вот толстое кольцо которое естественно в стандартной проколушной не проходит но у фульба там панели и вот на следующих фотографиях можно это посмотреть такие традиционные серьги называются витые называются диби и их женщины носят до сих пор женщины фульбы вот на картинке показываю двух таких барышней иногда эти серьги достигают невероятных просто чудовищных размеров понятно что такие вещи не для ежедневного ношения а по парадным случаям но вот здесь очень хорошо на фотографии как раз видно что прокол уха прямо огромный под такую серьгу ну и вот как раз дама в белом тюрбане на ней надета вот такое ожерелье общей формы для всей Западной Африки а то что у нее на шее в качестве условного чокера жительницы Сенегала жительницы Мавритании жительницы Мали называют словом колони ну по всей видимости от французского колонист или колониальный и это связано с как раз таки цветочным орнаментом которым такие чокеры или нашивки подвески украшаются потому что повторюсь именно с приходом европейцев с колонизацией этой территории этот орнамент вошел в моду и собственно местный народ его так и идентифицирует и это золото ну в общем строго говоря все что блестит можно считать золотом поэтому на рынках современных много сейчас таких условно из самоварного золота латунных каких-то ярких украшений которые иногда даже за пределами Африки производятся но блестят как золото но более традиционная имитация золота тоже я ее покажу хотя мы ее с вами уже один раз смотрели это ожерелье выполнено из солом такие плетут для себя фульбы и такие же плетут для себя сангай их можно встретить особенно в обилии на территории Мали вот на сером фоне это украшение из собрания государственного музея востока браслет наручный и на следующей картинке ожерелье которое имитирует всю ту же беконическую бусину ну понятно почему такие вещи изготавливаются да они гораздо дешевле в производстве не требуют никакого сырья кроме соломы который там полным-полно в сухой сезон особенно а результат бывает очень интересным эти украшения броски и в общем пока близко не подойдешь не очень тонко сделанные пока близко не подойдешь не всегда можно понять что это украшения которые выполнены не из золота да и вообще не металлические так что вот такая история с ювелирным искусством иногда это не ювелирная вещь но тоже я ее покажу иногда статуэтки вот как в код-девуар мастер этнос-бауле выполнил статуэтку иногда статуэтки укрывают листовым золотом но это конечно уже вещи не ритуальные они больше декоративные такой вот дорогая штука да возможно даже для продажи европейцам но вот история этой вещи неизвестна она в национальном музее африканского искусства хранится формы классические для бауле но она укрыта тоненьким-тоненьким слоем золотой фольги что касается того как эти вещи делают то отчасти мы уже об этом сказали это либо тонкое листовое золото да которое выколочено небольшими молоточками вот выколотка очень характерная такая часть производства ну собственно из первоначального да там слитка переплавленного иногда другой металл покрывают золотом тоже об этом сказали да серебряные например изделия которые покрыты тонким слоем золота в настоящее время я как-то об этом тоже рассказывала золочение серебрения происходит за счет электролитических реакций на рынках можно это увидеть используется зернь или ложная зернь то есть напаивание иногда наклеивание в том числе наклеивание на гумиарабик маленьких круглых шариков золота для того чтобы при помощи него выложить какой-то орнамент иногда используется филигрань и это напайка проволоки золотой проволоки на поверхность выколоченного металла интересно что в Сенегале ее называют роф индиен это смесь собственно местного языка и французского но естественно филигрань все-таки скорее всего имеет не индийское происхождение несмотря на название а как раз североафриканское но вот в сенегальской культуре оно зафиксировано современные ювелиры так говорят про эти вещи и волоченую проволоку тоже используют об этом мы как-то уже говорили машинное производство когда пруты вот эти скатки проволочные протаскивают машинным способом с тем чтобы на проволоку был нанесен какой-либо орнамент и затем уже напаивают в технике филигрань как раз на золотое украшение и вот покажу одно из современных золотых украшений середины 20 века вот так это выглядит абсолютно такая классическая европейская штука и такие вещи тоже на современных рынках можно увидеть так что золотая культура разных африканских центров имеет богатую длительную историю в каждом регионе свои особенности рынки золотые в настоящие дни африканские полнятся изысканными вещами и среди них очень много традиционных в общем-то если в этой теме покопаться то можно докопаться вот начал транссахарской торговли и эти истоки увидеть так что большое спасибо всего доброго до сих пор